Передай привет, кинда, кто там хотел, чё там, как там, эй У меня всё нормально, у меня всё нихуё, эй Передай привет, кинда, кто там хотел, чё там, как там, эй У меня всё нормально, у меня всё нихуё, эй Передай привет всем тем, кто хотел, передай привет Сука хочет меб, а-а-а-ахуеть, ау-е-ть Сука хочет меб, сука хочет меб, ау-е-ть Где мой, где мой, где мой Драгдила, где мой Драгдила Времени не применить, спроси-ка Что, где и как, ты же знаешь, пидор Закинь на Каспи мой рахмет, спасибо Эй, эй, аж хай потер, мен хас келем Ёж алғы зимес, мүмкес сладкий мен Аж хай потер, мен хас келем Ёж алғы зимес, мүмкес сладкий мен Тридай привет, кинда, бьет, абхател, че там, как там, эй У меня все нормально, у меня все никой ой, эй Тридай привет, кинда, бьет, абхател, че там, как там, эй У меня все нормально, у меня все никой ой, эй Передай привет всем тем кто хотел Передай привет сука хочет меб Охуеть Охуеть Сюда хочет меб Сюда хочет меб Охуеть Сюда хочет меб Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Yeah DimaTorzok 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 Хулика Это Бэнкли? Это Бэнк? Это Бэнкси? Да, да, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бэнк не заходит Тельбиль Тельбиль Сейчас проверим, чем их за хуй. Ух ты, что не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Мама Сита! Мне этот чат понаписали. Жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Жалко, в 1898 году не было тверка. Субтитры сделал DimaTorzok Терпеть. Так, ладно, все. Чего ты смеешься? Эти за скинулся. Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну все, ладно, этот трек последний будет. Ребят, прошу просить, не могу пропустить этот трек. Простите меня, пожалуйста. Если кто-то не любит казахский рэп, Есть такие люди есть. Я еще не готов выйти на улицу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Димир Добавил DimaTorzok Видите там возмущаются люди за покерным столом отвлекаете к их Да это просто прекрасный мужик как может такой отвлекаете к их О, жалуются Синьор это прекрасно И Я на секунду попал pueda свое детство сойдать благодарю это было изумительно очень синьор это был просто изумительно вы заставили спуститься мне сверху я буквально проснулся мне показалось на секунду что я в мексике синих откуда вы знаете от мелодии сию черт возьми какой прекрасный вечер господа боже сохрани короля англии вообще-то всегда говорили про королеву англии идиот дальше столько короля англии ну ладно покажите мне как он танцует а есть кто-то у нас там на работе ребята ответ ассистенты я танцую если что привет каком месте я танцую сын дуни но я не за деньги хорошо зарабатывай как то может таки подрабатывать все ты где вчера пропал ну я типа ну типа спать я ждала ждала поездку но так не должны все давали я тебе не нашел да это здесь просто прекрасен по моим уходим немного манерный но в любом случае я должен такую очень срочно очень срочно и как ланцу так тут не нож сеньора бойны с ночи сеньоры сеньориты если не там еще в масках унесут это клуб по интересам так нужно ехать на работу строго рисунды не конечно хорошо нам пора их совы судя по всему там на ждут танцы и совсем не за деньги точнее у нас не ждут не танцы и не деньги дурки дурки блин я еще не совсем переварил то что я съел ну короче переживаю еще не уверен так что если вдруг я издам очень странные звуки очень пожилого человека прошу меня простить блин а хочется дать и на какую-то такую темку убить где у меня была такая ирландская темка прикольная я понимаю что мы мексиканцы но мне кажется это же не запрещает нам послушать что-нибудь забористая что у нас на есть на тему ирландцев что у нас на есть на тему ирландцев какого места блядь 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 какого хуя подождите стоп я скачу подождите мне нужно поставить трек вот короче куда-то поскольку ладно давайте блядь 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 б по-моему охуенный трек вы не находите ребят господи какого значимых задержек на моем стрим короче прошу прощения у моего права то есть за моего провайдера казахтелеком простите у ебков либо они не ведают что они делают они вообще не в курсе что они кому-то интернет поставляют а В чем проблема? Куда играет вторая мелодия? Это очень плохо. Это что, пустынный дьявол? Чёртово дьявольское отрудие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 1 секунду сбоку 1 здорово зайвало интересно при большой задержке если вы нажимаете на команду она сразу активизируется или вы слышите это через 500 лет задержка должна быть очень большая 50 процентов задержки ебучий провайдер на стриме вообще pps просто лежит половина кадров просто пропускает ну вот здесь отдохнем ну вот и лошадь не устал ну вот КОНЕЦ КОНЕЦ Олай, сеньор сегодня будет вечер ирландских песен надежка пять минут них улешь начала любить своего провайдера и начинаю понимать что кажется мне опять посунули в гамнистый роутер ну ты типа я внушки я вижу твои сообщения сразу не с этой задержкой поэтому ты будешь писать и через пять минут только я буду понимать что ты услышал мои сообщения о господи пять минут блять у меня есть музыка вам нравится не скучное радио в дороге нифига себе для может название стрима написать давайте я напишу в названии стрима конечно сейчас просто многие могут обижаться заходить писать сообщение но пять минут вряд ли кто-то здесь и напишу задержка пять минут из-за провайдера вот это да вот этот поворот очень сеньор вы меня напугали выскочили прямо из темноты вы в курсе что вы прекрасно маскируетесь и в том числе и сеньор не хотел вас обидеть ну и все же есть причина того что меня так напугать сеньор да я же сначала криво вас слышал вы еще и немного оглохли а потом уже побежал а потом уже побежал ну не хотела вас пугать угу что-то случилось сеньор ну там нет я все хотел просить вас отойти с дороги чтобы задеть вас а я прошу прощения я наверно остановился резком на дороге да действительно такое бывает это мы всем вину всему виной моя старость сеньор доктор а что вы приехали сюда в стробу или надо кого-то лечить ну сеньор дело в том что я являюсь ассистентом я не доктор не хочу что вы считали меня самозванцем дело в том что меня зовут Озо Хуан Пабло де Чавеса я являюсь ассистентом доктора в стробу я его помощник сеньор сеньор циглер мой патрон мистер циглер я знаю его и вас по-русу я тоже знаю вы как-то недавно лечили меня я все помню да вы еще дали мне некоторое наставление которое мне в будущем очень пригодилось я это тоже очень помню и особенно что я хотел у нас такая встреча неожиданная и мы знакомы с мистером циглером возможно он и сейчас мне кажется купить у меня пару ящиков мяса как вы на это смотрите в ближайшем арене если бы я имел какие-то средства сеньор я бы на это смотрел крайне положительно но я не распорягаюсь никакими средствами вы думаете я как-то могу повлиять на сеньора циглера нет нет я всего лишь хотел узнать будет ли у меня строк в ближайшее время пока я не ни в коем случае не знаю дело потому что я только проснулся с сэндени и сюда еду мне нет никакой информации давайте пройдем и узнаем мистер розово я вот слышал по объявлению читал как то что там какой-то из турнира покерова цены не будет очень плохо слышать сеньор могли бы говорить погромче я слышал что в сэндени там какой-то из турнира может услышали мне там быть понял ребятки я не понял меня слышно очень плохо сеньор а вот так река шумит давайте давайте да 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 так получше мистер розово я говорил что я читал по объявлению турнира про турнир в этом сэндени по моему в одном из салонов вы знакомы с этим что-нибудь нет я ничего не знаю сеньор я только проснулся там снял комнату и сразу же суда дело в том что отсюда поступил вызов маленький мальчик прибежал мне в сэндени и сказал что я должен срочно ехать в страубыри все понятно не буду вам мешать пойду заниматься своим делом вы можете пройти в аптеку мы как раз узнаем если там доктор цели хорошие не которую вы так разыскивать блять мой я понимаю что проблемы не в нем вот я слышу его голос и он рвется у меня битрейт падает до 2000 то есть это тупо опущенный в пол битрейт просто в хламину это тупо привет моему провайдеру для понимания ребятки я плачу если переводить с казахстанских деньги 2000 рублей за интернет будьте осторожны сеньор а вас улега не является систем там доктора с трубы я слушаю вас сеньора помогите моему брату пожалуйста нашу давайте пройдем в аптеку мы как-то не очень многословно очень плохо знаете английский сеньор что вы видите я говорю вы не очень многословно вы плохо знаете английский почему это потому что вы немногословный сеньор местный лекарь осматривал меня не смогу помог вероятная я ваши немногословности сеньор немножко другой чем местный лекарь на что вы жалуете сеньор меня конь ударила прямо в грудь но вы все еще в сознании значит принципе кость не прорезина давайте все равно прощупаю посмотрю на предмет переломов да я в курсе я понимаю вершить я это понимаю я об этом висит трансляция говорю отдельный привет провайдеру блять моему забей вершить судя по всему ты не был последнее время на ней но мы короче уже типная тема порассудили уже так что там с перелом перелома нету видно только покраснение туда она сеньор тут ничего страшного небольшой уж и пойдемте в кресло я приготовлю вам мазь так возьмите тумайс можете периодически каждый день желательно с утра сеньором какое-то время грудь поболит она будет вас беспокоить надеюсь зимними вечерами вы не будете сильно мучиться в любом случае если поднимется температура или какой-то другой недуг есть другие симптомы вас появится обратитесь пожалуйста за серьезной медицинской помощи сеньор с вас два доллара две бумажки сенью такие тенью расскажите бумажки отлично вы участвовали в переписи населения сеньор нет и документ у вас тоже нет отлично тогда я бы хотел это буквально простая формальность не поймите неправильно мне нужно записать вас табель я уже понял что нет так задержка большая так что ребята без кринджа сейчас я в названии стрима даже из-за этого вершик написал чтобы люди не обижались ну что еще заходит и пишут и так сейчас я отпущу пациент все сенью вы можете быть свободны непременно обращайтесь если что-то опять случится но постарайтесь держаться на безопасном расстоянии от лошади мне всегда казалось что индейцы более аккуратные чем грингу в этом плане их а добра вот познакомься с нашим соплеменником его зовут облако негде ты слышал имя облако а может так случится что в вашем племени имена могут повторяться или такого не бывает обычно не бывает просто я уже слышал ранее имя облака скажите у вас есть синьорита кейда есть такая передавайте привет от синьора о за чавес я являюсь ассистентом доктора струбери синьору ханс земли мой папа трон какой хан земли господи ближчине сынах ладно пуху он пуху он пуху и ладно спасибо вам бренда символ александр арман для арман просто пиздец это что ты каждый год происходит одна и та же хуета сейчас да сейчас настало время херовый интернет айнур тебе привет передает сейчас время очень хуёвый интернету просите мой французский так на ощупь нахер я поехал с андене мне нужно было купить там патроны и у моего я совсем все забыл ладно и дейцы нас дождались мы едем сын у ее и дождь ты что творишь все дороги иногда показывает свой характер мы надеюсь не тут майка испанец помню я собираюсь направляться на дыне вы со мной сеньор да 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 и дай с вами и бай там индейцы вскидывает мясо вот это я понимаю блять понимаю не нравится мне эти интересы сеньор я могу вам сказать одно они люди божьи все заслуживают прощения возможно не всем дано слово божье коим наша задача донести до них но я не встречал ни одного плохого индейца да вот грингу грингу не всегда бывают добродушными шриф знает о вашей встрече с плохими индейцами да знает он бездействует нет он занимается этим делом тогда тогда будем держать руку на кобуре сеньор я тоже слышал недавно что индейцы стали чаще нападать в основном об этом жалуются сэндини и аптека валентайна но поверьте в наших краях они очень смирные покорные не проявляет ни малейшей агрессии сенью я вас там дома в центре не видел нет ни рутони отвалился бон блять я специально в названии стрима написал задержка пять минут но это прям специально максимально написано чтобы не повторять каждому чуваку блять ну хотя кто нахуй читает название стрима куск наше время то вообще считает наше время да ну это уже от тебя видеть держите руку на кобуре сеньор да конечно всегда на готове блять и всех анимации вот это самая странная анимация у лошади если честно но типа сколько я не ездил на лошади вот такой ход я меньше всего видел сейчас уже более похоже на пробу вот этот первый когда ты еще с одной скоростью едешь она как-то так по шахматному делают блять господи какой ужасный интернет я этого индейца обслужил минуты пять назад если не не больше блять уласеню а как Продолжение следует... Че как твое делище? Я знаю, что ты минут через пять мне ответишь. Время пошло. Два часа десять минут. Ты не стримил в последнее время? Возможно, эта проблема не... Да-да, продолжайте прекрасно спать, сеньор. Очень странный, сеньор. Решил поделиться тем, что он спит очень хорошо этой ночью. Дорога на Сен-Дени полная странными людьми. Хм, 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 хм... Хм. Ебать. Кож, когда ты передала привет? Тебе, Арман, только что ответил на твой привет. когда он и слышит что я типа это уже уже месяц не может купить патрона начнем с того что это может быть еще и дольше вероятно мне сейчас не получится купить патроны вала сеньор сейчас может так получиться что доктор цеплер вообще не захочет давать никаких поручений ну с учетом скорости их воспроизведениям блин господи я только сейчас открыл карту я смотрю сейчас свой стрим я смотрю что я только сейчас открыл карту чтобы поскачать поскакать цены не произошло минуты семь назад ну ладно сеньор как раз туман для сеньора собора идеальнейший туман просто топовый туман что у нас есть сеньор да сейчас я туда выделаюсь доскачу до аллигаторов начну лепить отмазки что между ложь почистить еще чуть была синьор так выходим на кольцевую на мкад уходим сломимся в порядке сеньор я не хотел не хотел бы здесь очень долго задерживаться чертова аллигатора тоже боитесь аллигаторов не сказать что их боюсь но считаю отродьями сатаны они слуги сатаны сеньор самое последнее что я желал бы своей жизни это встретиться с этой тварью но если вам будет легче там бой посчитайте что я их боюсь бля господи что-то за туман такой прикольный заблевать не могу этих аллигаторов чертов для этого он такой был заблюрен и типу ну лак синьор так руку поднял почтительно так единственный момент нам нужно купить патроны на пистолет или на револьвер синей розы хуан по блуду и чаю забыл это из пять минут ответил ну все ясно принципе как я написал задержку плюс-минус пять минут вот чтобы понимали ребят еще смотрю свой стрима мы уже приехали в сэнди не по стриму я еще там ковырились хочется вот такую цуканье копыт спеть песенку не вешать нос гардамарины что там что-то там крикнул о будем считать что это не нам пинкс 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 подрезал у их мулять и диабло здоровскую пробку они тут организовали была синьора блять как что дурки тебе нужно постараться ты молодец справилась культура очень сложное ремесло некоторым она непостижимо до конца их дней бля не знаю как я короче мышь просто тупит потому что там худые листут спала и все в шерсти блять только не говорите что эти чертовы аллигатор сеньор там тут и есть сеньор не нет кого кроме аллигаторов возьми а посмотрите как это сделали уже видел ничего интересного мракобесие только так бать вы это видели да ну ладно вот они кто уезжал ола сеньор сеньорит ебать все ли в порядке я прошу прощения с вами точно все в порядке сеньор я прошу вас не заходите пока вы уже являетесь сооруженником сэндини нет дело не в этом дело то что я не смогу зайти а ну вы туда вас это боритесь вот этих вот вот этих самых мамочки все верно если что это была осечка может я в другой раз вам перо занесу да не переживайте все нормально я уже просто в кабре буду держать и все как же несет перегаром у вас было хорошее утро сеньор да он ужасно утро но оплакил шляп конечно сеньор скажите а вы можете продать мне пули на револьвер да я все могу отлично сколько стоит упаковка пули на револьвер 25 долларов сша 25 долларов отлично я пройду тогда сделаю ой 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 что это у вас это что-то в рубашке скажем так пугается стегнулась сейчас стегнул возьми спасибо не удержался не удержался не удержался не удержался я понимаю вы перфекционисты гетогину а давайте я вот сеньорита будьте аккуратнее там чертовы и чуг Ightia страшных тварей алигатор авсенью семей то будьте аккуратны там чертовы чучело этих чертовых существ алига то traditional и храбры вы храбрые нет там чертовы чучело чертых аллигаторов будут тот один видите а тут еще двое ведь поменьше нет нет меняет их дьявольского как же это по-английскому дьявольского про и про и производства пытаясь вспомнить слово по-английски я вольская создание для войска и создать это не отменяет их дьявольской натуры черт возьми точно нет он не на пони сорян блин господи это так жестко отвечать тебе бы хоть в чат отвечает тогда ты походу сразу получишь сообщение на пони у него просто порода лошади меньше что-то порода разных высот ты сам знаешь ты же играл него сдают сеньор отрубился достойка нет там это просто знаете прям взял патроны как-то прям встал в липку и все седжи не создана так что с повалить седжи благодарю приходите еще нужно и поговорить и не приглашаю распоитесь ну ладно и мы любезны мы каждому клиенту найдем все нормально все нормально лошадь что муха пролетела у каждого клиента найдем все подход другого желательно связи трезвыми здесь всего всего доброго а пока я где работаю я работаю здесь и не в грации графец господи вот после того передаешь деньги появляются какие-то и курсоры еще что-то дурки надо почистить моя красавица на минут показался показалось так патроны я купил нерос были какие-то дела в сын дыне были у вас какие дела в сын дыне на баку с себя покупал нерст чего что болело видеть на случайно прошу прощения слушаю все в порядке себе я знал непорядке я здорово труханул что там с ней блять господи что за бак на баги багом погони да заболела она конечно секунду синьор я дам вам лекарств давайте отойдем дайте ваши малютки я не хотел зацепить но здорово испугался когда сзади услышал этот опыт спасибо большое но у меня нету день чтобы дать мне не нужны деньги они продают лекарствия даю вашу слушай не исключение удавился спасибо большое сыр так доктору служим в русалине сонизка и заработаем 2 доллара 2 доллара 2 доллара ула сеньоры сеньорита вот теперь она в порядке нужно поспешить синьор я прошу прощения у меня вызов блять сука исчез я хотел ствол достать чтобы он исчез да со мной все в порядке он прошел показательными нужно спешить сеньор там вызов вызов блятью твою мать пианино блять настолько не интуитивные клавиши просто пианино нахуй когда вы пока мы не узнаете и вот все вот и вот 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 Что-то я не посмотрел патроны свои А, ну вот они, да Ты-е-е-е да а и а где гадим рус дочь жил здесь остановимся дингу ула сеньоры мы его немец будет здесь я мексиканец если вы спрашиваете меня как же оплаты я ожидал 4 доллара ну что а как же документы пошли документы бежите вот спасибо а все теперь вы точно можете ну что ж сэр чем могу помочь ну а синьор дело в том что мальчишка прибежал сказал что здесь кому-то нужна помощь я являюсь ассистентом доктора и столбре вероятно я думал что вас нет на месте доктора циглера все верно доктор циглер мой патрон синьор ну хорошо ну в этот раз отправился сам я заметил синьор я я конечно прошу прощения но могу я узнать вашим так сказать это понял вы мой коллега альбабрайт ассистент доктора роутс доктор снэйка очень приятно синьор а что было у того бедологи который не показал документы не показал документы сразу все самое знаете банальная лягнула лошадь как всегда сколько не говорим они всегда забывают об этом примитивнейших мерах безопасности не могут обойти коня хотя и тогда знаете мой конь иногда сам подходит кому-нибудь задом и как легнет ну да от этого никак не обезопасится я вот тоже думаю но нужно быть в любом случае аккуратными оглядываться по сторонам конечно а вы не видели случайно когда оглядывались по сторонам шерифов или воинов ну синьор я только прибыл нет не видел шрифов я буквально сразу к вам ну что ж мне нужно их отыскать извини не смею задерживать дорти я тебя не узнал ты знаешь в роутсе ты выглядишь как обычная паршивая кобыла я тебя обидел ну да был не тактичной стороны знаешь что еще заметил в роте очень странное вождение улась идет ну вообще тут все очень странные так пом 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 еще и заметил что мой провайдер настолько херов что я даже не могу разобрать то есть я слышу что они говорят у меня подлагивает речь это а было он был так попробуем поискать травы ну да у нас сейчас с тобой очень важное задание ну попробуем попробуем собрать травы там где нам указывал доктор цыбля но есть одно но право дорогая там есть элигаторы улась улась я надеюсь что ты проявишь терпение храбрость смелость и сострадание и не удерешь как прошлый раз хотя бы один раз в жизни те травы которые мы добудем мы сможем продать и возможно кому-то достанется морковка может быть яблок ух ни хера себе шусти лет а кто это о стенд асси кака удивительная встреча сеньор цыблю у меня было очень много разных дел но одно из них заключалось в том что я подумал на днях что те патроны которые сказали что-то с ними сделать вот я вам сказал что они лежат сэнди не подумал что в общем это нехорошо что они лежат сэнди не я их купил господинайте и прошло и годы уже так много времени конечно ну в любом случае они у меня синьор вы должны радуться рады можете оставить и себе это мой подарок вам спасибо так а куда вы держите быть я буквально пытался приехать на помощь ассистенту в докторе в роботе он справился сам ну на самом деле я не знал что он там мальчик прибежал по пахах и кричал как угорелло что вы с тем поехали давайте блять музыка 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 это был его ассистент я к сожалению записал рыженький такой а что он хотел а что он хотел а что он хотел ничего не хотел а дело в том что ко мне прибежал мальчик сказал что нужно кому-то помощь в роботе я подумал что в роботе никого нет поехал поехал на сей но по приезду я увидел там ассистента доктора из роботе я к сожалению записал его имя а я знаю его а алва завели ваш память синерит нет просто я же работала с ним да что это тут не в том я же строился не знал вы никогда не рассказывали себе синьору простите нет я не сам вороваться я там просто работала немножко протите сад я надеюсь вывод раз доберемся без происшествий осла нету не вижу причин для беспокойств мы без осла нормально добираемся то есть мексиканцы еще какие-нибудь еще так что хватает нет это не к вам у нас просто сегодня люди перед оружием встретили забрали ну пару там продам долларов мы им объясняем что мы доктора но тем не менее они ну вот короче и вчера меня также дважды перестрелили ну короче каждый день кто не будет встречает с оружием серьезно они нападают на ассистентом докторов и еще синьорит прекрасных силе чирящий связали лицом в грязь оттолкнули куда катится этот мина лера циркулем намного лучше было просто дал им извините мистер циркуль мы это деньги дали и все молодец о временам у нравы о да жестоко больно да все откуда беремся дети нам смотрите синюр я тут недавно хотел уточнить есть удивительное слово пизда никогда не слышал сидю я могу возьмите синьор мне сказал в общем смотрите моя версия истории издам и синюрит никто не захотел и слушать смотрите у дамы есть капуста она многослойная красивая и не раскрывается иногда но для этого нужна лейка синьор лейка должна быть не пустая в лейке должна быть вода и семена семена те кто синьор очень щедро раздавал индейцам как он говорил вот потому что если в капусту тыкать сухой лейка ничего не получится я вас убираю за капусту нужно ухаживать нужно ее открывать лепесточек все ведут все не знал синюр буду знать в общем капусту нужно очень ласково поливать лейка тогда возможно она откроется есть вероятность она не совсем частая что там появится ребеночек будет капусточки печально качается кочерыжка хочу как уж нужно увлажнить синьор в любом случае нас хуй ничего не получится конечно да все любят увлажнение у нас хуй ничего не получат даже семена поливаете тоже нужно с речки полить а синьор дед какой-то очень пожилой синьор он не показался мне сразу благонадежно поэтому я поспешил узнать смысл его слов у вас варю мне хуй и и я не совсем понимал о чем идет речка я так понял что такое лучше не употреблять при присутствии синьори конечно если узнаешь чтобы присутствие женщин то потребляйте будьте наказывать уже осисти а должны быть где ваша я скакал к вам и уронил ее в очередной раз не обмануть ну синьор на самом деле я ее обронил тогда когда здоровался и приветствовался сеньором ассистентом дроуктера роутс я все помню ваши правила этикета и в очередной раз сняв видимо я ее где-то броню и теперь нужно брать не такую дорогую как прошлый раз синьор если вы на ассистенте доктора роутса увидите прекрасную шляпу постарайтесь ему напомнить что она моя мне кажется что им хорошо будьте осторожны там лошадь есть подозрение что делал не в лошади я хочу понять да господи вы за него на издать голову наступили я начинаю от него это бинты мусуйте смочите его слюной слюной смочите у него и беззаразующая слюна конечно свинца на вот хорошо не нужно убивать запах смочить как можно больше тампонов его слюну я уверяю вас она точно не знаю уже смочил один там так я тут все обеззаразил я являюсь систематом доктором мой патрон сзади меня за спину Два доллара, сеньор. Стандартная квота на медицинские услуги. Тогда просто доброе слово. Добрые дела заразительные, сеньор. Ты самый хороший, ты такой здоровый и вообще лучше. Напомните на территории какого штата мы находимся. Знаете что, знаете что, сеньор, обещайте мне доставить вашего друга в целости и сохранности и держаться в безопасности. Судя по всему, у вас был в двоих какой-то повод. Его нужно помыть, постирать. Я штаны постирала, ой, его разрезала и там все выплыло. Сэр, спасибо огромное, сэр. Сэр, вам тоже. Фу, только руки не трогать. Надо пол... Да. Так... А чё? Надо убегать. Сэр, аккуратно! О, боже. Его нужно... Сэр, его нужно постирать. Своё... Постирайте его, да. Постирайте его, пожалуйста. Блядь, опять ты обосрался с кутина. Простите, блядь. А чё ты обосрался? Чё ты обосрался? Чё ты обосрался опять, а? Чё от тебя завалят? Ничего себе... Я хотя бы не губном, как от тебя. Иди сюда. Это ваше или мое? Ваше. А ваши? А не знаю. Страны порваны. Всё, сэр. А ладно, возможно от меня. Параны умываются, блядь. Вот на вас не конь мой. Чё спонюмая? Не знаю, все. Вы сядете, давайте. Ах, ты разъявляешься, пап? Мах, ну, блядь. Кто такой? Я че си послушал, и так захотелось наживаться. Не пешкам? Я всё понял. пешая прогулка сеньор циглер напомните мне никогда не доверять женщине уздечку просто напомните мне чтобы никогда это не делал мне кажется что тогда не избежать пеших прогулок как же он лошадь там обдрыщит простите не ну там же седло ну как бы типа хлюпает ну какой они без седла между прочим сэр вы даже не увидели у них лошадь без седла ну да таком состоянии сложно забречь лошадь представляете все это по лошади поплывет не знаю мытью проще вы думаете имел опыт синьори тушь сегодня моя еще играть будет нужно заметить у сеньори прекрасное физическое состояние восхищаюсь вашим физическим состоянием оно прекрасно приходится заниматься в мистером циркулем знаете как бегать тяжело но там еще слышите с лошади скинуть и потом еще закинуть на лошадь потом его сбить потом снова подобрать это знаете сложными ходе я вас вообще-то подбирал так вы меня зашу голову схватили под я на спину вас хоть он по низким нормально этот возвращался привет мы тебе мужчина готова конечно готовы господи мы никогда узнаете вот вот где порой кажется что мне проще самому полететь и улететь обратно и воду ходишь сможете полететь медленно кваза за это лететь завод ну вам же без бога конечно никуда вы полетели без комментариев в городе 11 на вашу задницу простите мистер целью верил на систем то не пропустил да ну что опять у нас синьоры теорий ты не пожелали нам хорошего нет подозрению что ладно нет подозрения давайте я согласна впереди я сзади хоть бы написал что не зайду так я же тебе писал и заду мне тут задержка пиздец у меня сейчас битрейт два с половиной ты сейчас получишь мое сообщение минут через пять простите я просто боюсь и злор не писал работу а у меня здесь не отображалась потому что у меня есть другой аккаунт ну не другой аккаунт а в другом окне хотя по идеям должно было открываться может здесь не отображалась потому что режим стримера из-за того что я стрим запустил что да 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 кого ждем идем говорю все верно я его звал туда он там не про навал лепил я ухал от вызвал все верно но я с работы еще был мы еще на работе сидели потому этот лёха вызвал такси мы поехали домой а сколько у нас уже там ткани был 68 с я если в городе понемножку ну так по чуть-чуть так буду брать пока достаточно а не надо будет из бытия но я была в роузе этот крэ корж и я просто не знаю каком-то моменте куша задержку играет да вот они у меня просили бинты но у меня было всего только три штуки я продала могли продать силу партию ну простите а вы а вы мне говорите что у вас не получается с кем договориться они приехали просто на медицинскую я как раз была там и оказала спросили у меня было ну что просто наверно ввозить чтобы минимум десяточка было ну конечно и тогда можно будет ну там вообще знаете шерифы ничего потому что типа шерифа сложились медицинским аптекой да что их бесплатно типа лечит нормально задержка у прикольно тоники хотя у них зарплаты битры битры у меня желтые красный перечисли то желтый так раз два доллара заплатить я думаю что это не напряг все 8 процентов пропуска дуста не дают взаимный интерес ничего я вот было ничего не дают тоники вроде бы по 5 долларов они покупают должны покупать я же говорю там никого не было но я вот этот завод то что мы сделали вот я даже не знаю он продавал или не продавал этот алвану я не лезу туда понимаете нам не нужны и рукодки за пулеметчику откатал 28 кило взял ну если грамотный офицер есть который тебе дает наводку он просто в бинокль смотрит и помечает цели офицер собственно вообще должен находиться и тупо цели помечать а отряд должен выполнять задание то есть атакующего либо там оборонительного действия особенно обороняться вообще легко всем бинокль смотрит и сразу помечает марки а вы когда-нибудь по этому мосту скакали зачем там скакать и самать своего блин это на ослике попробовать до кого мостиком помрет там это железнодорожил от пояса бьет зачем а если успеть просто проскочить перед поездах куда вы стоите вниз пробежать по мосту и там алинатор исторического больше огромное но вдруг получится если вы подпьетесь упадете быстро нет а вы бы хотели я предлагаю и предпочитаю традиционный способ сесть на поезд и проехать по этому мосту вы хотите изюминку заберитесь на крышу поезда когда он тронется будет вам изюминку подождите на ты же ты будешь ехать тебе ветер тебя сдул там на лошади лишь такая скорость но медленно едем хорошо даже не сдувает вы уже хотели изюминку сию ну так почему-то изюминка на поезде на крыше а тут по мосту таком большом все верно можете ехать по мосту на крыше поезда вы понимаете это очень жестко переезд иногда мне кажется дело было не вас ли сеньор но мне только кажется почему понимаете вот хочет ехать по воде чтобы вложить прям такие брызги феерически знаете нет вам не хочет они ну не синьор мне кажется вам нужен ночной хулиган они два старика носи синьор но это не отменяет того что мы самым сказал что вы старый прошу заметить я сказал что старый снять меняется высоко что то что вы в самом цирку опытных старых сами вы старые не знаю не не имел возможности проверить сеньору но все же кажется это не совсем верный путь к его сердцу если может быть вы сами сказали что он старый и это все верно никто не застал никто не застал я в первый раз вижу как сеньор цинглер не обижайтесь сомни разговаривай а вообще не будет говорить все вообще нужна какая там лейка господи вы что там не уверен так это мистер отрос сказал а так как вы старый то улейка там уже сморченная ну она это поржамела у кого сморчена ничего не ссохла я не знаю вообще еще не ссохла ула синьор все нормально переживать это разговоры доктор и ассистент ассистент новый все понимаю ладно а вы откуда мы из трубры сеньор мне зовут у заглан по длительнис я знаю кто вы я знаю откуда я бывший охотник ранее . и без жилетки не признали на когда вы отделились и стали таким официальным не всех охотников упомнишь я прошу не обижайтесь на меня не хотел вас обидеть а где еще один помощник был сеньор собору последний раз вроде я видел что у него болит голова и не интересовался в доктора целью ну ладно смею задерживать прошу днем оси сеньор куда ехать ткань мы же пытаемся довести уже сэнди не самого представляете ой обгадилась может не развести костер раз у нас привал сеньор может не развести костер раз у нас привал подождем дамы ты что-то скажем нужник уже почти набрались так вот зачем вы последнее время занимались кого учили последний раз установим все легкие травмы получается но сеньор ни в коем случае никогда не занимался этим приятным нужно признать делом все время был за ним но типа никто ничего не заметил ой что вы там закончили поливать и дочки листочки горите что подождали конечно откусит персики персики продолжать все все вместо цирку хорошо доктор пилюрки цыглер 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 также на цыглер здесь статья видео вот вы вот именно здесь он был но он рандомного мужа цыглер цыглер я выучу цыглер 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 я выучит цыглер 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 не запечете да я выупц твоего я Nabata я чувствую да да я не по sell конечно особенно прошу да пусть а что ханatan украшь мисс bringing the car и драла черен Vater иногда мне кажется лишний мне нужна эта гребаная ничего не страшно и очень вкусно мне просто пытаюсь поужинать синьорит сегодня я сказал что я просто пытаюсь поужинать синьорита свидание у меня с боженством наверно вы хотите покушать синьоритой вот так и вот так и получается всякие вот эти знаете в истории записать не разделать папоротник джонс как всегда стирает хорошие настирающие жена ну да распороть штанину чтобы все говно вылилось начинается инфекционный период это идет воспаление учиться на ложке но все дотрется же штаны идет раздражение ткани потом сепсис заряжение потом покраснение потом еще это и все это куча куча негатив а когда дело дойдет до ампутации и все не дождусь хоть и кому-то что-то ампутировать нет я жду продолжение истории синьорит грибочки какие пушистые айтик стек бля на персик персик реально пошлый в этой игре максимально очень пошло все кореши ну что вы отдыхать давайте хорошо отдыха спасибо простите что понимаете она представляла что-то свое я представлял что свое конечно конечно что они еще кому-то помогут хорошо при мне не буду делать конечно не будет все спокойно ночи вырегите себя до встречи это точно самая точная профессия точно самая наука нужно в цирку и спать хочу а Продолжение следует... 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 стоит не думаю что дам в любом случае дарьте не хочет видеть и головой кивать не хочешь туберцу ждал с вами и дела как доктора можно это обсуждать и даже не обязательно обсуждаем с точки зрения осуждения это естественный процесс организма если организм этого не получает это очень плохо ты верни мантик да я просто все рассматривать с точки зрения науки понимаете в любом случае если она что-то не хочет мне приходится подчиняться единое целое вы же она жива вас катает вам приходится все веру скинуть меня в самый центр стою волков но не надо она думает прежде всего за себя в этом-то и беда дубной то нас за себя а кто будет ее кормить а так вот а вытаскивать оружие или нож и начинаете его пилять ну и так далее там да она кидала на мир тот момент когда оружие как раз таки у меня не был не подумайте я не жалую все верно вы хотите до ее совести как-то там до клуба абсолютно верно чтобы она это чувствовала и на следующий раз этого не делала моя тоже это сделал так что все нормально не осуждаю билочка главное не убить главное не убить по дороге чертова бронхита в таком кашле если ужасный дискомфорт это постоянно болит башка каждый кашель включается своей молнии башка это своему варь и отключаться своей молнии а тут прекрасно все пошло одним случилось она очень сильно заболела при скорости не очень быстро ехать мне пришлось очень быстро ехать на какой-то вызов и она очень сильно заболела и доктор сказал что и нельзя вылечить то что ей нужно в столе стоять и отдыхать вот я конечно заплатила за ее содержание но она долго сказали не протянет молнии уже с нами нет не не дано я доктор сказала что на все сделать чтобы она жила она просто не может бегать понимаете она очень слабо и кучу лекарств делали далее какие-то подзаливали но состояние и немножко улучшилось но стабильно тяжелый кучу лекарств а сну который не сможет бегать да я прошу я же пытаюсь понимаете да сидишь она со мной прям здесь прошла первые осло с нами уже нету ребята может она ну не научили правильно пользоваться чтобы она не не била не девушка одновременно все объяснила а и да я знает вот вот мужчина который продавал он какой-то ну знаете не сдержан как эмоциональный а вот пришла девушка вот у него просто много там работы было понимать и всех читать от него все такая улась не синий руин и эмоциональный а что нет удивить не вещь сегодня узнал что какому-то ослу дают лекарства тот самый который больше не может ездить и носить тяжелое а теперь еще узнал что сеньор вы им эмоционально день открытия синюра подождите а зачем он так опасенными что да крайне сдержанный сидит ну его можно обвинить в холодности не заинтересовались меня змея где вот 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 сюда она поползла сюда туда дальше в кусты поползла где-то я дальше не пойду я боюсь нет ты моя вкусная дарти мне нужна твоя помощь пожалуйста не отлынивая мне нужна твоя помощь еще змею латинир какой рисковый прыжок все-таки и вот мы с тобой без деликатес я без минеты без морковки я не вам синьору дуру то есть вы хотите сказать что этот я не помню как его рыженький очень без национальный человек сеньор вы им все верно крайне холодные у навешены молодой человек у него еще и сестра сеньорита уэйн и кейн по моему кейн джейн 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 они говорили что они близнецы с одной капусты сеньора но между прочим девушка рыженька если это она она очень ну как вам сказать она бросается в вагоне в воду смелые охотник да 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 вот смелый я просто помню она не громко стоит на одну и ты очень сдержанный как и все верно он полный и противоположность она всегда я очень заинтересованы и с удовольствием всем помогает не знаю что могло произойти с сеньором уэйном что он стал как вы сказали эмоционально в тот день просто понимаете там творилось как такой-то хаос мне кажется что вот этот хаос если на потом очень очень много людей за это вы знаете вот так вот так его дважды видел он приходил больницу он очень классно общался он такой знаете общительный он воспитан все верно когда-то он работал помощником шриф вроде говорил что переведет но видимо так и не перевелся возможно потерял интерес к этой профессии так вот из всех помощников шриф это был самый воспитанный молодой человек чего не скажешь об остальных как-то синьор цигер даже имел возможность подраться помощниками шриф нам теперь помощники шриф очень уважают нашу аптеку и не ведут себя как быдло как раньше но ради этого синьору пришлось провести небольшое время за решеткой я вам не рассказывал об этом синьор хорошо не думаю что он будет раз сидел тюрьме север он напал на помощник и шриф после того как тот вел себя по-хамски но он не любит когда по-хамски ведут себя потому что даже когда я работал в ронсе и шериф пришел шляпе он даже поругался потому что должно быть какое-то уважение к работе и потому что вы должны снять шляпу они очень сильно при даже до этого помощник шерифа даже до этого времени помнит и знаете вот где тот и в любом случае помощников шрифа города блэк-вотер он приучил вот насчет валентайн и других я не знаю да ну он такой знаете мне нравится правда люк тир целью очень нравится в рубе прямо глаза все что думает правда люк что не ну да нет я ни в коем случае не подручь я просто прошу ну пока вы вижу пойдемте уважаемый ладно до свидания еще увидимся до свидания я банк а хорошо не показалось или где-то когда увидела или томсона да деньги на хранение 6 чистейших долларов улетают в кассу когда-нибудь я смогу открыть собственную аптеку и вы и Хм-хм. Ну да, сеньор. Хм-хм. Хм-хм. Где-то её зовут? У меня просто хп неполное. Не знаю откуда, но где-то это произошло. У вас будут документы, три доллара, собственно. Три доллара, надо повысить денежный приз куранта. 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 Там маленькая пятюшечка у меня. Апахапешки не восстановлена. Три доллара, сеньорито. Три доллара, сеньорито. Ты как я рада вас видеть, мистер. Взаимно, взаимно синерит. Мне... Я к вам, так сказать, не совсем с визитом в вежливость. К сожалению, я к вам, как пациенту, поясницу прихватил, понимаете? пойдемте пойдемте сейчас буду душить вести лисички сюда повесть аккуратно крышу сейчас я вам подойду ад это я к вам что вы зарисовки зарисовки да то сейчас не только зарисовки в этом еще наш что там на самом деле все больше шочек с грибочками рисунок поймешь и вы прекрасно рисуете и пошел оленя да будьте осторожен так мешочек вот сюда давайте сейчас сейчас пойдет удушающий так где больно скажите вот повыше поясница пониживать да уже вот так вот сейчас помажу немножко слоя через вас бинтиком мотаю про мне объятный немножко жечь будет вы главное не чешить достал тепло тебе можете одеваться потихонечку без резких движений стараюсь на попу лучше вам не падать на попу похоже крестец болит добрый день ох черт возьми какой согревающий эффект конечно горит горит так ну все хупом не восстановили зашел увидев что я по торсу раздетый такой добрый день там понял что не совсем вовремя зашел под романтик писем сегодня только не происходило не с розовым золотые уроки ос это вам спасибо видимо когда я спрыгивал с лошади в очередной раз охотился за змеи который так и не смог поймать прекраснейший из прекраснейших блюд которых можно пробовать вам конечно лучше попробовать их приготовленным виде ну иногда я хочу есть их прям сырым слышала я что и змеиный яд очень даже помогает в тонусе умыть человеческих и в целом и очень этот яд способен на оздоровление и даешь смешать его сразу на трону мама вы не подскажете не кроме участок где нить еще бывают думаю что нет ну вы постучите хорошенько напросите секретаря на будь что вы да вы можете послать мальчонку или в крайнем случае что уж мальчонок так вы не поймаете лучше через записи деловой очень блин когда не надо законники постоянно черт возьми с вами абсолютно согласен сенью простит вас господь за эти слова конечно хочу в оправданиях сказать что сегодня не боюсь но много поработали крайне господь за их работу а не говорить я вот теперь хожу с шиной на ноги из-за них можно сказать где мой манер синьор вы человек божий получается я прошу прощения меня зовут лозу хуан пабло да и чавес я являюсь ассистентом доктора и строга сеньор тимблер мой патрон а вы пастырь пастыр логан лавкут вы сидел давайте запишу ваше имя мне очень плохая память но я веду дневник вы могли по букву повторить л сначала это понимаю фамилию не обязательно можно просто пастыр пастыр логан все верно можно просто потом когда моя супруга здесь будет быстро заполнить пернобил вообще а вот и люди кстати и французы полевую руку от мужчины ты его матушку есть еще сестричка и также у меня не очень приятные ассоциации с французами встретив одного из них я постоянно получаю какие-то выстрелы мы будем считать что это англичанами плохое совпадение я так с мексиканцами что уж неужели я являюсь мексиканцем и вот стреляли пример знаете как разделила мексиканцы и испанцы а сердечки конечно проходить вот так ну да бардачок лучше чем валентайна лучше не говорить нас туда же каменная кладка смотрите как да чищу на столах и теперь еще и французы с лошадьми благородим я тогда приехал женой валентайн мы с ней только вот подходим на встречай таки о неужели да выпасть да да нам надо да нам надо но приходите возник и пьяни я ему говорю приходить на службу и стою потом никого нет сеньор скажите а не уже любых утро и теперь будет проходить воскресные службы конечно здорово а когда это будет сеньор предполагать что воскресенье если конечно поймают до этого времени бесовской ведро однажды я не поймал шерифов и пришел договорился смотреть там церкви потом расположились уже начали как-то ну а подгораживать все подкрашивать выбираться на кладбище могила опрятного бенделя приехали законники и подумали что мы воры это свару они на вас наставили револьверы то есть из всех вариантов увидев человека в одежде пасторе они подумали что это воры протестантской церкви удивительная дедукция у наших шерифов получается знать как салтыри написано я скажу псалом 118 стих 7 из меня память не изменяет лучше надеяться на господа чем на человека ближнего так точно не ошибешься знаете вот составляю сейчас условия нахождения в экспедиции у него есть у него есть я же говорил вам этой сущей воды издевательства там очень много вкусных змей но которых нельзя кушать меня засовывают как в лавку деликатесами но бьют постоянно по рукам а это правда вы тянетесь а вам и живот плёточка уже надавали по рукам я говорю что этот стих идеально подходит под условия нахождения экспедиции объясню почему сейчас я такие условия написал на бумаге черновики что ближние люди в экспедиции друг друга не бросают группа людей никогда не разбивается меньше чем на два человека сеньор прошу прощения переброс это регламент сеньор они вы написали регламент а могли бы вы со мной поделиться этим регламентом мир с удовольствием прочитал эти пока в процессе главное чтобы не было не состыковок в тексте и в логике нахождение в группе надо все обмозговать я понял вам нужен небольшой опыт так сказать практически опыт чтобы не о стене и как проходила экспедиция и я вот все 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 вообще детали что были что прошли не так записала себе намотала на так сказать и сейчас это все вот так вот кропотливо изучают наши изменения не попадаться в плен возиться мне интересно у меня истерика начинает пункт не попадаться в плен подразумевает под собой что они попадаться в прямом смысле знаете что это значит не въезжать незнакомые города которые мы знаем что нога так сказать правительство америки туда не особо хорошо добралась и там нас никто не защитит кроме нас понимаете значит эти города нам будут не нужны стал всем от слова вот совершенно а мне кого не будет кроме праздник у меня вместо финансов злых если вы собираете экспедицию вас там больше половины будет это отважные герои сорвиголовы вот именно уда была как-то в одной экспедиции нас очень долго предостерегали о врагах конце концов уважаемый сеньор напились и перестреляли всех местных опоссумов да в любом случае все остались живы 3 доллара за штуку сеньор представляете представляю у меня супругом и когда с ним путешествовали мы только специально тащите кошку вот я спросить хотел мышам штатного нужно я поняла вы просите что из пумы помощь когда нет спасибо продать за 5 долларов что шляпка из пумы спортивно на север собралась мне нравится конечно инженер круга когда только прибыли в штаб отправились из сен-дени в валентайн пешком вроде как паломничество еще искали уголок куда можно прибиться и пока мы шли мы встретили штуки три опоссумов и глаза у них горели таким светом недобрым что моя милая доллара сорвалась практически голыми руками с них шкуру спустила ваши милая доллара мне что по 3 доллара дело в том что в наших краях опоссумов которых называют грингу здесь опоссумы называют пустынами ел вы слышали какой ужасный звук они издают ночь пустыне все лучше чем аллигаторы абсолютно с вами согласен деться тонны быта в луизиане аллигатор не нравится здесь они какие-то совсем бешеные мне кажется или синьору нужна помощь будем надеяться что нужна на небольшая какая-то походку у него есть подозрение что он не очень хорошо себя чувствует подумать на ваш профессиональный взгляд вот тот джентльмен а коричневым полушубки как себя чувствует у нас есть подозрение что с ним не все в порядке давайте я боюсь синьор ула ула синьор с вами все в порядке мексиканцы давайте пройдемся вам нужна помощь оппонентному синьору необходим помощь возьми раскидали чертовы вроде ко мне того что срочит проходите вы меня спасли и пойдемте конечно и быть он как мачете выберет черт подереть их я пытаюсь убрать синьору дай господи шутом за музыка играет на теплоходе музыка играет вечер слушать музыка играет на теплоходе музыка музыка Молдавь 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 Продолжение следует... Ла, сеньорита. Как ваше дело? Да, неплохо. Как ваше? Гораздо лучше. Но все еще восстанавливаюсь. Это хорошо. Что лучше? Чесню. Как ваше пумы? Ну, иногда бывает, встречается. А я вот перестал встречать. Ну, вроде бы стало меньше, но все равно они такие же коварные. Да, вот вчера опять напала. Все обошлось? Ну, нет. Ну, я вроде оправилась. Мне кажется, вам нужно ружье, сеньорита. Наверное, еще стоит и стрелять научиться из него. Вы не умеете стрелять, сеньор? Из ружья нет. А если я вам подарю ружье, вы обещаете мне научиться из него стрелять? Вы не стоит. Это очень большой подарок. Оно досталось мне тоже от уваж... Оно досталось мне тоже от уважаемого человека в качестве подарка. Ну, подарки не передаривают. Мне кажется, вам оно более необходимо, сеньорита. Мне очень неловко принимать такие подарки. Вот смотрите. Я работаю по большей части с людьми. Не думаю, что ружье пригодится. Для, так скажем, не совсем благочестивых у меня есть эвольвер. Ружье я положил в телегу. Оно лежит и пылится. Боюсь, что оно заржавеет. За ним нужен уход постоянный. Нужно постоянно эксплуатировать его. Мне показалось, что вы буквально на линии фронта, сеньорита. Ну, да, возможно, если считать пум браками. Но друзьям... К друзьям их сложнее. Не отнести седеру. Да, это точно. Я обещаю ухаживать с этим ружьем. Да, и подстрелите пару пор. Хорошо. Обещаю. Спасибо. Так вы будете больше в безопасности. Да, надеюсь. Ассюза раньше вы сняли. Я слышу, что это где-то в окрикности блэк-вотер. Да, здесь недалеко. Большое такое раньше. Хотел бы взглянуть на него. Ну, приезжайте как-нибудь в гости. Как он называется, сеньор? Ну, вроде бы как раньше Джон, не знаю, сейчас Джон уехал в странстве, отправился. И пока там я вот за всем слежу. А раньше как называется? Ну, мы его называли раньше Джона. Раньше Джон, а теперь это раньше королевы волков, верно? Не знаю. Ну, я Джо. Я помню. Для меня вы всегда останетесь королевы волков. Угу. Наверное, надо будет придумать новое название. Думаете, сменить на пум? Нет. Когда точно они там останутся и не уйдут. Ну, у них есть выбор стать вашими вельможами, либо быть застреленным этим ружьем. По-моему, выбор очевиден. Да, ну, с другой стороны, они как будто бы охраняют раньше. Ну, да, отцепь не прошу, тут не поспоришь. Пытался бы найти на карте. Ну, там дорога проходит прям вот сквозь наше ранчо. Не все знают, но по ней спокойно все могут проезжать без проблем. Это севернее Блэк Водера за рекой? Ну, немножко, да, там рядом с рекой. Прям вот на реку дорога проходит. Угу. А сеньор Биби, 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 Бибиц? Бибиц. Все верно. Угу. Он там? Он там, да. Ну, не сейчас, наверное, сейчас у него дела какие-то. Надо бы тоже днести ему визит дружбы и вежливости. Мы с ним хотели бы как-то поохотиться. Угу. Он любит охоту, да. Да, я хотел бы с ним поохотиться на гризли. Мне кажется, он точно знает, где обитают эти твари. Я знаю. Ну, я туда боюсь. Да, я бы не рискул с вами идти на медведя. Угу. Мне кажется, это немножко мужское дело. Да, мы как-то с Джоном твои застрелили. У нас теперь кандидат на принцессу-медведи. Не думаю. Я там чуть-чуть помогаю совсем. Если бы не Джон, нас бы съели. Дважды получается. Да. Именно поэтому я и хочу на охоту идти с ним. Есть вероятность, что он более опытный. И я не окажусь в желудке или в когтях медведя. Да, и Джон и Курт, они хорошие охотники. Курт, Курт бибит, все верно. Я вспомнил, вспомнил, вспомнил. Да. А если я увижу его, я обязательно передам, что вы хотели с ним походить. Идти, сеньор. Угу. Дело в том, что сеньор Циглер за шкуру медведя теперь дают 10 долларов. Ого. Она достала такой ценной? Ее ценность исключительно в месте. Именно медведи виноваты в смерти сеньориты Валет Эллор. Ммм. Я поняла. Я бы сам не проще поквитаться с этими тварями. Ну, небольшие такие, да. Не сделать тебе кругу более безопасно. Да они откуда-то все равно бегут. У нас раньше... Тяжелых бегает. Наверное, там и большой медведь где-то. У вас на ранчо есть медведь? Рядом. Рядом лес. На ранчо? Рядом? Ну, есть медведь. Рядом с ранчо есть лес. И вот там чуть-чуть поле. И иногда есть лекаря бежима дежонка. Вот пару раз я даже забегал. Он же может вырасти. Может. Но пока он маленький, он не трогает. Я бы сделал немножко раньше, чем он может вырасти и нанести, не дай бог, кому-нибудь вред. Ну, это да. Но я видела, когда была одна. И если бы я что-то сделала с медвежонком, возможно, его мама или папа прибежали бы на его крики. Я бы точно не справилась с большим медведем одна. Дельметки выстрел между глаз. Не было бы никаких хриков. Я еще не так хорошо стреляю. Согласен. Мне нужно, тоже нужно, так сказать, практика и помощь. Синьора Курта. Ладно, я не смею вам мешать, синьор. У вас, скорее всего, бульди. Да, да. Вам тоже всего хорошего. Постарайтесь нежать себе в безопасность, синьорит. Вы тоже. Пам-пам-пам. Тарантиновский, здорово, выкзываю. Тарантиновский диалог. Вот я себе пошел в помощники шрифа, и это был точно Тарантиновский диалог. С умерзительной восьмерки. Знаешь? Сейчас ее муришь. Она меня спасла. Я, короче, меня Дороти скинула прямо... Я, короче, скачу, на меня вылетают волки. Дороти мне скидывает. И я начинаю бежать и мансовать от волков. Вот. Я прям вижу, они прыгают. Я в этот момент уворачиваюсь и бегу на... Там они раньше всей семьей... Я не знаю, у них там семья или банда. Они, короче, были на лесопилке. Вот. И она появляется. Ну, там персонаж ее материализуется. Короче, просыпается. Вся беседка окружена волками. Они рычат, ходят по кругу. И у меня ни ножа, ничего нету вообще. Просто без оружия. Вот. А до этого меня уже как бы грызли волки. И я ей кричу, сеньорита, сеньорита, придите в себя, короче. Вот. Она прогружается и достает нож, и один волк, короче, залез в эту беседку. Но она бросается и режет его. Я просто вам рассказываю, при каких обстоятельствах мы с ней познакомились. Этого волка, да, убивает. А он уже прям... Я еще между коробками залез туда внутрь, и он там забаговался, застрял, короче. Я говорю, еще секунду, и моя жопа была бы уже, ну, типа... Добрый день. Подрана. Здравствуйте. Вот. И с тех пор я ее называю... Королеву волков. А сейчас они переехали на другую ранчо, и там теперь на них пумы нападают. Потом, конечно, когда я себе купил нож... Это по явлению, открытый салон, представляете? Да, тут была очень интересная история. Просыпаюсь я как-то после очередной ночи, но я очень часто сплю в последнее время, восстанавливаюсь после ранения, очень много крови потерял, знаете. И спускаюсь вниз, дверь закрыта, представляете? Понятно, тоже был такой случай. На противоположной стороне стоит доктор Циглер, а я стою за витриной. Смотрите, какой у него взгляд. Хорошо, что сеньора владельцы этого заведения, француженка была рядом. Она прямо у минус на открывать дверь, и я делаю вид, как будто бы все было запланировано. Ну и хорошо. А чья это лошадь, сеньора? Которую? Та, что зашла в лавку бокалейщику. Видимо голодная лошадь. Тюж, поедая в запасы. Главное, чтобы ее не призвали отвечать перед законом. Ну. Она же будет дорогая. Дорти, я вижу тебя, я вижу, ты умничка, да, ты у меня воспитанный. Знаете, у меня Агава так запакостилась, так она, конечно, разбаловалась. Свозите ее к конюху, семья Харнингтона, Харрингсона, очень плохая память. Свозите к этим конюхам муж и жена, прекрасные супруги, они сказали, что они смогут воспитать лошадь. Да, они могут вам дать совет. В любом случае, Дороти не хочет к ним ехать в любом, ну, ни при каких раскладах, поэтому она теперь стала послушной. Дороти, мы едем с Индени. Да, была легкая паника. Ладно, конечно. Как он там сел, за анимацией была. Я понимаю, где я сестрица-ранцуженки. Они, кажется, с канивой гулювают. Ксеньюр, кстати, я тут стою, вы заметили? Это здорово. Может, с вами примем ванную, какие-то, параллельно, показать, открыть. Какой-то звучит. А то сегодня путь у нас был не долгий, не близкий. И было бы, конечно, приятный. Мне нужно будет в банку, вы пока искупаетесь, наверное. А после вас? Да, хорошо. А, не подскажите, на втором этаже. А здесь на первом сюда налево проходите, будет небольшая дверка. Ой, она неправильно выразилась. Вы... Нет, 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 все нормально, сеньор. Да, да. Я скоро подойду. Да, конечно. Сеньор, компрендер. Я бы посмотрел. Вот так сказать, подержал бы фонарик. В той ванной. Блин, ну персик тут максимально пошлый игрок, и это вообще жесть. Надо съесть его срочно. Блядь, что с тем человеком? Это же просто какая-то жесть. О, 200 метров, кто-то, кому-то плохо, пойдемте посмотрим. 200 метров, а где? Бля, это пума. Где ги-то? Это не стрельба, это, скорее всего, пума. Она сказала, что подойдет. Я... Я поеду по вызову. Там мальчик сказал, что кому-то плохо. Да, да. Скорая помощь. Блядь, что напротив цирка? Я так понял. Потом объясню. Дай мне сразу. Ох. Давайте я вам ее перевожу. Нам забрать ну и кое-что. Амина экспедиция. Так, куролезь. У-у-у. А все ли в порядке, синьор? Да, все хорошо. Потом вам расскажу одну историю. Интересно. Что на экспедиции произошло. Честно сказать, не совсем понятно, что произошло. Но люди на экспедиции сказали, что у них деньги из карманов начали пропадать. Появлением некоторых людей. Их вычислили, узнали, и связали, и потом развязали. Интересный способ борьбы с воровством. Да и не говорите. А синьориты, которые без сознания на вашу лошади, с ней все в порядке. Надеюсь, что да. Хотелось бы засчитывать дому, знаете ли, умерших. Перед божьим судом. Да, и не судья, да, и мы вообще не судеют легко. Здесь, что все хорошо. Так, ладно, мне показалось, что он сказал, что не хотелось бы, ну ладно. Но чувствуется, да, спешка. Показание помощи. Поможете мне ее перенести, пожалуйста. Ну конечно, синерит. Именно для эту. Тише, тише. Тише. Сейчас будет удар. Сейчас будет удар. Ага, ага. А вы можете ее пока успокаивать, а я быстренько, раз. Э, сейчас, сейчас, ой. Бросайте. Блядь, сейчас меня легнут. Помогите, пожалуйста, помогите. Сиди, ты. Блядь. Чуть-чуть придержите ее. Давайте, кладите на пол, я ее понесу дальше сам. Хорошо, хорошо. Прямо на брусчатку. Аккуратно, держите, пожалуйста. Вот так вот. Вот так. Все самое страшное позади. Слава богу. Сейчас мы вас вылечим. Блядь, тут опять ведро поставил. Мне показалось, если было ведро на входе. Погазалось. Пожнату. Ох, мясо-ми вот так вот дал. Ага, сейчас. Ох, ты ж, черт побери. Как она вылезла оттуда, блядь. Не, ну я же ее аккуратно в уголок, она как-то потекла и вытекла. Я пока поставлю воду в грец. Благодарю. Блядь, у них печка-то. Так. Не здесь. Ага, ага. Холодную тряпочку. Тело. Тело, конечно, горячее. Надо снова. Снова охлаждать. Так. Тряпочку. Ага, смочи. От солнечного удара? У девушки тепловой удар. Ну, это уже нехорошо, конечно. Тряпочку. Я думаю, что самое страшное позади. Ну, нахуй, сиганул. Кхе-кхе-кхе. Да, ну-ка, прикольная лошадь большая. У меня здесь, по-моему, самая дорогая, это арабский скакун, да, по-моему, вот этот черный, который был тогда в онлайне, мы видели. Себе такого хотел, но я не знаю, есть ли он на этом сервере. Я все как-то не доберусь до ранчо-мирают, там, где у нас бирейтеры, там постоянно какое-то кринжатина, там вообще невозможно нормально побеседовать. Последний раз, когда ты приезжал, мне спрашивали, откуда берутся дети. У тебя арабский, ну, у тебя на онлайне арабский. Здесь на этом сервере немножко другие цены, другие правила, и здесь все по-другому. Его может вообще не быть, то есть здесь в снайперской винтовке, вот этой коряки, ее здесь нет. Уласеню. Очень странный человечек. Мистер, она воровка. Стоять, стоять. Она воровка. Она у моего друга украла 30 долларов. Пошли быстро в аптеку, иначе с шерифом будете разбираться. Да-да-да, да-да-да, идите, идите. На, подавись. О, вот так вот. А, блин, не хотите, да? Удивительный человечек. Спать, Иисус. Ой, боже, ой, боже, боже, ой, боже, прячемся. Что-то ты девчонок распилила прям жестко. Бойно здесь, сеньор. Старбас. Сейчас здесь. КБСС. Я прошу прощения, сеньор. Как дела? О, комейст. Отлично. Нет. Мы раньше не встречались? Не знаю, если вам нужны были услуги помощника доктора. Меня зовут Отзуху Ан Пабло Д. Чавес. Я являюсь ассистентом доктора Истробери. О, приятно познакомиться. Сеньор Цигер мой Патру. Очень приятно, сеньор Хабрер. Да. Давно ты в Блоквоте? Недавно. Рады видеться. Откуда рода? Вижу, так сказать. Я с окраиной Акирио де Гранта, сеньор. Да, служил в Мексиканской армии. О, армада. Это же отлично. Неси, сеньор. Не кричи. Пожалуйста. Убери, Крин. Да, да, я не заметил вас. Вот радость, понимаешь. Человек служил на благо Родины нашей. Инкси, сеньор. Выберите его помощник доктора. Всеверный, сеньор. В первый раз. Ассистент, я доктор Эстроболь. А Эстроболь. Да, это клячь. Как там его зовут, вашего? Доктор. Циглер, сеньор. А, циглер, да. Сеньор Циглер. Плохо, если на страц. Все верно, мне тоже было поначалу, тяжело. Да уж. С вашим братом все в порядке. Сеньор, мы не пострадали. Тварь, тупая. Мистер в Косынке. Да, сеньор, я слушаю вас. Можно вас на пару секунд? А вы тоже доктор? Я являюсь ассистентом доктора Эстроболь. Меня зовут Озер Хван Поблодрича. А ну, выше, вы или эта девушка? Пойдемте в тенек, а то мне херов. Берегите себя, сеньор. Очень главный к вам и важный вопрос. Вы знаете, эту леди? Естественно, сеньорита является ассистентом доктора Эсбекватера. А вы в курсе, что она деньги кранет у людей? Вряд ли сеньор. Я очень уверен в этой женщине, она благочестива. Она у меня на глазах. Ну, почти у меня на глазах. В общем, она обокрала моего друга и не помогла ему даже. Он пришел к ней с напастью, а она взяла его раздела, это во-первых. А во-вторых, она просто обокрала его на 30 долларов и не помогла ему даже. Насчет раздела, дело в том, что медицинский осмотр очень затруднен, если, так сказать, не снимать одежную по кругу. Иногда необходимо разить пациента, чтобы понять, в чем причина. Ну, это понятно. Ну, это понятно, это ладно. Доктора, это доктора. Но зачем обкрадывать человека? Ну, скажите, у вас есть какие-то доказательства этого происшествия? Конечно, у вас там мистер, который такой, знаете, у него такие волосы, прям вот, не знаю, как сказать. Он в очках тоже какой-то ваш ассистент. Ну, вы, наверное, говорите. У него волосы такие взверошенные. Вы говорите о сеньоре Курте. Сеньор Курте является доктором из Блэклотера. Ну, вот, он был свидетелем данного происшествия. Был свидетелем данного происшествия жертва, то есть мой друг. И еще он рассказывал это моему другому другу. В общем-то, у нас получается, ну, главных свидетелей два. Удивительно. Как тебе там на 30 долларов живется чертога? Лучше, чем вам. А что вы? Вот, видите, она подтверждает данную информацию. Вероятно, она не похитила у вас деньги, а взяла деньги за оказанную медицинскую услугу. Может быть, так обстояло дело, Сидорита? Если вы их не слышали. Сидор, это не у меня, это у друга моего. И у дружок рыжеватый спер у меня 30 долларов. Вот это да. Вот и все. На экспедиции вспомните, что было, что было, а? У вас бы не осень-то мы оставили. Что на экспедиции там умер? А я-то что, я не знаю, ничего. Меня тоже обокрали на 20 долларов там, там, а прям. Да, да, да. Я, кажется, не ту профессию не убрал. У меня нужно было, чтобы было убрать и ехать в экспедиции, чтобы было 30 долларов. Конечно, я пошла. Вот прям сейчас я обращусь здесь к шерифам насчет нашего происшествия. Я с вами леди. Попробуйте, попробуйте. Я-то попробую. Смеются там на 2 метра. Слушай. Конечно, прикрываться у дома, не закрадывать людей. Это очень интересная идея. Прикидываться? Вы считаете, что доктора ничего не умеют? Поехать сказать. Пожалуйста, обитать на болото. Вы не спасли моего друга, по крайней мере. Сеньор, это очень серьезное обвинение. Скажите, ваш друг умер? Нет, он не умер. Его спас другой человек, который в зегерошины, я вам сказала. Сеньор Курт. Да, в итоге сам доктор пришел на это происшествие. Выпиющие с вашим родим другом. Да, и он видел. Он видел. Да, да. Как вы украли у него деньги. Да, он подтвердил, что он украл у меня деньги. Он подтвердил. Очень интересная у вас здесь заведение. Заведение, аптеку. Я не совсем понимаю, но в этой истории вроде есть третье лицо. Это сеньор, друг, вот это сеньорит. Вот это сеньорит утверждает, что ассистент доктора из Блэк-Воттера, сеньору Гитта, украла у него деньги, а сеньору Гитта утверждает обратное. Наоборот, вообще-то я утверждала, что меня украли деньги, они утверждают, что они не крали, ну, конечно же. Нет, они утверждают, что вы украли. Чуварску-то браку у вас деньги. Она, она у моего друга украли. Вот, кстати. Хочина, она пройдется, вы чего вы. Мне кажется, он пен. Ну что, это же, что это же котелок, вы что ли? Котелок не дает ему право. Это констебль. Констебль? Эти лов. Ну что, блядь. В Канаде, что ли, констебль? Констебль. Ну, в общем-то, мистера, вот в красном вы шериф или кто? А что, похож? Я не знаю. Да нет, вроде не было бы никогда. Ясно, но если что, господа, знайте, что рядом с этой девушкой нужно держать ухо в астро. А, да, конечно, конечно. Идите отсюда, барванка, идите. А я тебе заплатила за лечение. Что ты бормочешь? Не бормочешь я тут. Собожжай. Аккуратный. Вот, пожалуйста. Понимаю, кто-то, кого притащил, да? Да. Я говорю, зря вы ее притащили. А я еще с богом молила, и чтобы она взяла осталась. Господи, моя душа чистая. Теперь я понимаю, почему вы так сильно не спешили в клинику. Конечно. А вы ассистенты с блоквортера? Да, доктор. Да, ассистент. Да, я работал. Все понял. Я просто тут недавно в блокворте. А вы откуда сами? С Мексики. Вы просите, что лезите. Даже не знаю, как сказать. Вы вроде, человек хороший. Проблемы с мексиканцами. Честно сказать, да. Сеньор, сеньориты хотят сказать. У меня лично, да, я вам объясню, почему. Мне кость сломали на ноге. Застреляли мексиканцам. Не связали. Ее вообще связали, пытались ограбить. Вот здесь рядом поляна есть. Для... Как бы вам так сказать? Там хорошая трава растет. Может, мало в этом разбирается. Но я вам покажу. Нормальный трава на поляна, я настоек. А настоек его потребляется. Здесь, на острове, там не было. Где? На запад. Штат не Остин. Сеньор, милка. В общем так, сеньор, смотрите. Дело в том, что сеньориты хотят сказать, что здесь орудует банды мексиканцам. Иногда они приходят из штата не Остин, нападают на мирных жителей. У них есть не очень приятный опыт, так сказать, общения с представителями наших с вами народа. Просто вы будьте аккуратны. Тут не все так, пожалуй, хорошо мексиканцам. Буду предельно аккуратны. Мы к вам никаких претензий не имеем, но сами поймите. Нас, насторожи. Спасибо большое. Может просто, это, так сказать, они просто обижены за то, что к ним так относятся. Все верно. Я просто хотел сказать сеньоритм, что не стоит переносить ваш негативный опыт на других мексиканцев. Я думаю, это только в финале обижены на мексиканцы. Не наоборот. Вот утре достаточно много мексиканцев проживает. Живает, да. Да, но они-то ведут себя как по-свински. Они же жители города. Подождите, я говорю про людей, что законы чтут, законы чтут. Мексиканцы есть, все что-то законы чтут. Живут вместе мексиканцы, правильно? Отличные люди, да. А есть не очень доброжелательные, сами понимаете. И у каждого народа такое бывает. Но я думаю, это не то, как к мексиканцам относится. Относимо так. Я вам больше скажу. Я цыганский хоровей и индоска. Ну и что вы думаете? Каждый боится, что его конё в граду. Я поздно. Вы думаете, я не в межнестве, а мало того, что женщина так ещё и индуска. Из самых говнистых людей, которых я встречал, были долбанные янки. Поэтому не знаю, кто. Грингу. Не говори. Янки своём равно, конечно. Ладно, я понял. В общем, вы, так понимаю, хотите, чтобы не было таких ситуаций. Вот так вот. Да, мы не хотим, чтобы Blackwater захватывали и насиловали эту женщину, убивали детей. Упаси богу, синьор. А кто не хочет этого? Как вы спустил, такая идея. И не идея какая. Тут как раз таки недавно это было. Это не идея, это факт. Мексиканцы напали на блокуту. Да, да, да. Они захватывали, держали несколько часов. Захватывали. Я просто вам объяснил. Я вам объяснил, и следи, с чем это было. Подожди, что? Подождите, вы можете объяснить? Да, я просто в курсе. Давайте послушаем, синьор Васильевич. Так что, сойдите, пожалуйста. Я говорю, он надрался, черт возьми. Кругу уже тратит. Если пойдешь в черт встречу на Синге, у тебя жопа, не возвращайся. А мы вас лучше внимательно. Так вот, я думаю, вы тут все, наверное, в Blackwater по соседству живете с Нью-Оссим, там вы в курсе про так называемые экспедиции в Нью-Оссим. Да, были там, были там. Я думаю, ну, вы в курсе, что там проживают такие же люди, и, наверное, не нравится, что к ним приезжают и собирают там травы, крадут у них там что-то, вещи какие-то. Было много случаев, особенно маршалы и другие законники, которые приезжают туда и устраивают там, не поймись что. Недавно, я слышал, в городке, там, местном, Армадила, была очень жесткая перестрелка, которую спросили маршала, собственно говоря. Я думаю, это и был ответ. Так называемых дарилобус. Дождите, аж... Декундочку. У меня много вопросов. А что не так с травами? То есть надо заезжать в Нью-Осси, на кого-то задаривать подарками, чтобы нас не трогали, верно, понимаешь? Думаю, да, наверное. Какие подарки-то нужны? Мы не знала, может, эти золотые слитки, я уж не знаю, что там любят. Что вы любите? Что дарите? Как вы считаете? Я вообще как-то никак не причастен. Я там не знаю. У вас как-то может слышать. Я, честно, не знаю, что может понравиться. Добавить деньги. Хоть как-то задобрить. Все-таки есть вариант. Кто решает деньгами. Деньгами, знаете, в прошлый раз не просили денег, просили повоз и фоней. Думаю, сейчас будет по-другому. Как делать? Это вот последняя экспедиция, которая была. Я была недавно. Я ж говорю недавно. Такая группа появилась. Именуется Дель Лобос. Дель Лобос. Мне кажется, эти самые люди и вас и оградят. Вот месту за своих территорий. Эти люди, так сказать, они в обиде на американское правительство, то, что забрали в них территорию. Ну, я думаю, сеньор, меня поймёт. Все, сеньор. Я был к оправе в мексиканской армии. Обычные граждане не угодили. Дело в том, что мексиканцы проиграли войну с Соединённым Штатом. Потеряли при этом штат Техас, всё верно. И теперь генералы, которые разбрелись, так как война проиграна, стали каждый себе хозяевом. Иногда они не соблюдают, так сказать, порядок. В стране больше нет порядка. А вот я хочу понять. Тот район не контролируется никак. Местные власти не могут там стабилизировать порядок. А при мексиканском правительстве там всё было нормально. В этом и проблема. А это я понимаю, что регулировки никакой вообще никак не контролируются. Да. Понимаете, территорию забрали, а контролировать её не мог. Но это если очень... Блэкфотер контролируемым, правильно. Да, но возвращаемся к ответным действиям. Я никого не защищаю сейчас, но просто пытаюсь объяснить вам максимально понятно, что происходит. Я и говорю, что маршалы и другие законники спровоцировали этих людей идти дальше, на восток. Теперь, я так понимаю, преследует жажда не только наживы, но и месть. Ну, всё равно. Я послушала, сеньор, подумал, что эти мексиканцы очень легко ведутся на эти провокации. Дело в том, что это не приведёт ни к чему хорошему. Им необходимо защищать свою территорию. Просто знаете, в каком они положении? То, что они находятся сейчас в Блэкфотере... Это же не государственная организация, это просто шайка бандитов. Да. Зато как они подставляют неустын. И в очень хорошем цифре. Зато очень большая шайка. Ну, подозреваю, это бывшие ветераны, которые не могут найти себе работу и пристанище. Вероятно, единственное их проносил остаётся – это бандитизм. Больше они ничего не умеют делать, как навевать. Ну, в общем-то, из любой войн, так сказать, появляются всякие... Знаете, как считаю, чем больше их здесь находится, тем легче Америка захватить в территорию. Вот это всё... Америка уже заходит из-за живой, где будет. Да, да, но контроль это никакого. Регламента никакого. Америки бы стоило после захвата этих земель ввести туда хоть какой-то закон и порядок. А потом будет и гражданская война ещё подобного делать. Насколько я помню, сеньор... Насколько я помню, сеньор, в той ситуации Техас воевал за свою независимость. Немножечко, так сказать, не хотел быть под контролем нашей страны. Это так. Но я не думаю, что техасцы хотели быть под контролем Америки, которая очень легко воспользовалась ситуацией. В любом случае, всё превратилось в ужасную мясорубку. Да уж, теперь страдают. Тоже, все, конечно, страдают. Обычный народ, государство. Вы, как вояки, всё-таки тоже страдаете. Я уже больше не страдаю. А я пора наслаждаться этой жизнью. Конечно, что я и делаю. Возьмите вам помощь, какая нужна опросить. Нет, спасибо. Вот я спросить хотела. Вот у вас, как это, врачи, и так сказать. Blackwater и вообще есть тонизирующая вода. Я просто не узнавал, мне так и не дали чёткого ответа. А я вам сейчас чёткие ответы дам. Я, как заведующая всем этим, со всеми компонентами препаратами, могу чётко вам ответить, что тоники у нас появятся только после того, как губерния нам наконец-то предоставит хинин. А хинин важнейший компонент в создании таких препаратов. Хинин. Это компонент, синьер. Да, в него не выяснили, не углубляйтесь в эту информацию. Просто его не хватает для, собственно... Из-за нехватки компонентов в аптеке, у Blackwater нет возможности приготовить его. А сколько тоников вам необходимо, синьер? Знаете, я тут не один, мы этот тратим, сами понимаете. Мы охотимся, у нас очень опасные, в общем, и деятельности. Компендент? Думаю, часто понадобится. Ну и сколько же по итогу нужно? Не знаю, сколько, ну, за одну штуку мне вот надо с этого ориентироваться. Секунду, я посмотрю в табель, очень плохая память. Я получил образование довольно-таки поздно. Я сам почитать пока не слишком сильнее. Чтение достаточно важно, так и работу можно... Семь долларов, синьер. Семь долларов? Все верно, цена не моя. Цена поставлена доктором Цимблером из аптеки Стругой. Как синьера сказала, на тонизирующую воду нужны очень дорогие компоненты. Это правда, 7 долларов сейчас везти. Я не слышал. Разве? Я в Валентине не слышал дешевле. Нет, Валентине тоже самое. Сейчас у них и услуги дороже. Тонизирующая вода, шейны, бинты, то есть дороже. Это я вам говорю, как кто же подрабатывающий человек там, я в Валентине не работал. Я являюсь везде вообще по 10 долларов. Да, он дал. Семь не забудь все очень дорого. Сейчас очень много идет. Блядь. А что вылетело-то? Чуть не совсем понял. Хм. Хм. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может быть как-нибудь расскажу вам за стаканчиком Я хорошо, Синий Даже я найду себе друзей-индосов. Господи Я хотя бы Синий Синийор Да Вы ищите себе спутников так сказать вашего народа мне кажется он будет очень тяжело это сделать но вы не должны отчаиваться дело в том что вы единственный представитель вашего народу которую я встречал она ищите штателю мой думаю там таких точно не хватит чистые делим статью говорят достаточно много тепло узнаю мое первое впечатление штатили моим не очень хорош фактически тоже ладно амигос не пора ехать носи синьор покидаю вас долгой жизни прицвета не сеньор обещайте оставаться в безопасности хотелось бы с вами повидаться как друзья не как пациент конечно из этого не дойдет одесс и останови 100 ой блин я хоть сел нормально мне все на стуле уже вся жопа скачем рыжилась так если не рит я съездил строго были нужно будет повидать доктора цибера конечно придавайте ему обязательно но я вернусь сюда нас там строго ли нечего делать да мне нужно купить сигареты судя по всему чтобы застать девицу из салона нужно очень здорово ее подкараулить сеньор не прощаюсь увидимся с вами и увидимся все ли в порядке сеньор черт возьми чёрт возьми неиспобедимый пути господни я направлялся в строго были если вы поедете со мной вы можете встать до зубы и находится в то есть да я как раз повернул туда я понял лад я это справлюсь нормально значит на дороге и здесь ее я прям последний момент у себя уходил от удара а у него у него типа либо забор либо я у у него там не было времени его лошадь видимо перед ну тем чтобы подготовиться перепрыгнуть забор она видим нас тормозил я примут уходил вправо короче и стать удивительно что моя лошадь вообще не не упала ничего не пострадала его прям рухнула до этого тоже очень странно по идее это произошло не столкновению хотя бы там не знаю ну вы поняли что-то так визжало зубу держим руку наружу вот 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 а а а а улай сеньор змею бы змею бы сейчас попробовать бы вкусненькую ну Хоть одну, ну хоть самую маленькую. О, петух закукарекал на душу, так, кто-то есть, кто-то здесь. Мамма миа, вы на здесь, синьер. Я, кстати, передал привет. Привет. Синьерити Кейди, синьерити Кейди, скажите, а этот человек здесь лежит по причине? В общем, он с лошади упал. Упал с лошади, сейчас посмотрим. Это мой брат. Посмотрим, что у нас тут. Упал с лошади. Да. Упал с лошади. Упал с лошади. Ок. Эй. Поехали. Начинаю сомневаться, что он упал с лошади. Продолжение следует... Так, ну Костя целы. Это радует. Так, нюхаем, нюхаем ампула мяка, синьё. Еще одна достойная встреча с лошадью. Точнее, с ее копытами. Как ваше самочувствие? Отвратительно. Отвратительно. И еще бы. Я пытался прикручить одну кобылу. Помню историю в Тартуге было то же самое. Один-ноль. В пользу кобылы. Так и запишем. Я запомнил, где она находится. Все. Все ясно, сеньор. Я слишком опятный, чтобы отказываться от своих целей. Я вас понял. Сеньор. Так. Как вы себя чувствуете? Эм... 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 Там тоже... По прежнему мне так же... Не очень хорошо, но... В целом... В целом нормально. Но... Нет никаких проблем. Эм... Давайте попробуем. Теперь вам необходимо... Облокотиться одной рукой. На коленку нагнуться, а во вторую руку покашлять. Нужно убедиться, что у вас нет внутреннего кровоизлияния, сеньор. Посмотрите на ладошку. Там есть кровь? Кровь... Эм... Нет... Крови нет. Ну... У меня для вас хорошая новость. Внутреннего кровоизлияния нет. Какое-то время голова, конечно, поболела. Если поднимется температура, вероятно... Ваша проблема будет скрыта где-то внутри. Тогда вам нужно срочно обратиться к доктору за помощью. Ну а сейчас... Просто массит ушибов. Я хотел бы, чтобы вы пошли сели на кресло и хорошенько подумали. Все ли с вами в порядке? Где ваше кресло? Огляните, сеньор. Начинаю сомневаться, что с вами не все в порядке. Поверьте мне... Когда вы падаете несколько раз на дню с мачки... Падение с коньяком покажется просто божьей милостью. Ну... В данной ситуации ваша божья милость сконцентрирована во мне. В любом случае... Как вы себя чувствуете? Определенно. Нормально. Отлично. С вас два доллара, сеньор. И... Небольшая формальность. Необходимо мне посмотреть на ваши документы, чтобы занести, так сказать, в табель ведомости. Так, сейчас посмотрю, где они. Вот, держите. Так, сейчас посмотрю, где они. Вот, держите. Месси. Месси. Да, конечно, я вернул вам ваш документ. Спасибо. А два доллара? Мерси. Мерси. Сейчас я... Позаимствую. Одолжу. Мерси. Мерси. У синьора был легкий ушиб. Два песа. О, котик. Какой ты милый. О, нет много. Не-не-не, это нормально. Я коже благодарю. Большое спасибо. Благодарю вас. Кошечку зовут Валет Толер. Валет? Да. В честь прошлой хозяйки. Очень хорошая женщина была. Добрая. Бог забрал ее. Послал медведя, так сказать, прямо на нее. Знаете, не всегда у нас что-то одно. Из нашей жизни что-то уходит, что-то проходит. Неси, синьор, я с вами полностью согласен. Иногда не понимаешь, в чем справедливость в таких решениях. Он забирает самых лучших. Просто иногда непонятно, что лучше. Это милая кошечка или смахливая женщина. Кто же будет лучше с матхатином и в поляне? Я похож. Знаете, от чего зависит? А? Какая кошечка лучше? От чего зависит что, синьор? Зависит, кто лучше, кошечка или хозяйка. А, вы про киску? Да, я про киску. Так, от чего же? Если у женщины две кошки, то, скорее всего, она уже давно не видела мужчин. Но если у нее одна кошка, то она заслуживает жить дальше. От качества кошек зависит отношение к мужчинам. Не знаю. Мое время, которое я провел женщинами, это доказало. Это факт. Приму как за мудрость, синьор. Держите подальше от женщин, у которых многокошек и живут они от них. А как быть, синьор, если эти кошки у меня? Наверное, женщинам стоит держаться от меня подальше. Не совсем. С мужчинами работает иначе. Если у вас много домашних животных, то вы можете содержать женщин. Вот это очень интересно. Синьор, с вашего разрешения, я это запишу. Конечно. Вы случайно не бывали в Европе? Нет, синьор. То, что гринга называют старым светом, для меня скрыто океан. Я никогда не плавал. Просто если будете где-нибудь в Париже, где? Если будете в Париже, а, в Париже. потому что теоретически это могут быть мои дети. Раскакали. Все хорошо. Пусть дочь хранит вас. И прибудет с вами Бог, синьор. Но постарайтесь быть аккуратными. Особенно стою рядом с Дороти. Счастливо. Ну что, у тебя еще есть животные? Лошади. Поймать. Он сказал, что он хотел проучить лошадь, блядь. Ну что, 1-0 в пользу лошади, я могу сказать. А персонажа, да, я создавал по, как говорится, по образу и подобию. там. Как так governo, там, там, тоник тонизирующей воды 60 штук так синьора циглера тут нет был но помог какому-то французу дурить мы едем сын да не я шучу едем валентайн тут уже собралась бы вставать никогда не видел этого джентльмен ла сеньор мне кажется или все уевер синеписи как-то встревожен диагональ морринг мистер морринг злок блин это с этот скунс я думал ты змея хотел соскочить начать полить и 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 ну я типа сколько не проезжал один раз только видел здесь людей все лучше здесь никогда их не было кала сенью им показалось что он достал ружья попей водички дуруть я пока пополню свой запас а 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 и так наполним флешку и едем фляжку наобщался с французом так если мне не изменяет память сейчас прямо сразу на лево белочка живая струкбери валентайн и 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 Продолжение следует... Чёртовы, рудники. Блин, я, кстати, здесь никогда не был в Ванесбурге. Чё-то я про него слышал, слышал. Я же... Даже эту не прошёл одиночку. Сингл-плеер. Я там остановился на втором лагере только. Всё, нету времени сесть за неё. Поэтому я когда, типа, скачу по... Я буквально знал Валентайн и Сен-Дени только, и всё. Спать надо. Не, ну спать вот не совсем про меня. Ну что там? Ну, камон, бля, нет-нет-нет. Вот молодец-то, вот хорошая девочка. Вот это я понимаю. Чё-то последний раз я вас не этот... Не вижу синьора Собора. Куда-то пропал. Ой-ё-ёй, какой шанс был. Хотя, ладно, это был бы Бабагоюз. Какая классная косулька. Да, доктор Цимбер, не... Власть, сеньор. Не оценил бы. Такой прыть. А, отдыхаешь от РПДУ, да. А я просто не могу отдыхать. Мне нужно каждый день стримить, чтобы вернуть людей на канал. Но отдыхался. Поэтому без стрима я и не играю. На прошлый выходной, так у меня я без интернета сидел. Банкерс и Биг-Вигз. Они уничтожили эту землю. Все! Старая история про... Отвратительный интернет, который у меня сейчас... Мне же меняли роутер. Провайдер поменял. На выходные я был без интернета. Потом они приехали, выяснили, и они на выходные не могли приехать, потому что у них там не работала техподдержка. В недельник они мне поменяли роутер. Сказали, что в нем причина. А сегодня я такой говно интернедул, что... Теперь вопрос, нахуй я приехал в Валентайн, я забыл. Думай, старый. Думай, башка шапку куплю. Вла, сеньор. Блять, первый раз в жизни угадал. Тут такое справа, что не сразу догадаешься. Так, вспомнить, нахер я приехал в Валентайн. Вот старый дает. Не помню. Я хотел уехать в Сен-Дени. А, я хотел съездить и узнать лошадей. Про лошадей спросить. Я не в Валентайн. Медведь грызет человека. Расстояние, да, места примерно 3000. Я думаю, это дело не доктора, это дело полиции. Ну, шрифтом. Доктор Цимблер со мной был бы согласен. Он бы не хотел, чтобы я поехал и умер там. Был бы еще и сороковой ассистент. Я рад, что, господа, вы со мной полностью согласны. Согласны улась сенью. Дорогите, будьте аккуратны. Так, где это? Шумное ранчо. Олла, сенью. Олла, сенью. Олла, сенью. Олла, сенью. Олла, сенью. Олла. Продолжение следует... 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 Медвежонок Гамми Так ладно, пока скотчем можно что-нибудь повеселее поставить, да? Медвежонок Гамми 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 Прошу прощения, сеньор, пардон. Прошу прощения, сеньор, пардон. Прошу прощения, сеньор, пардон. Так что, есть большой шанс прилечь рядом. Или нам еще далеко. Мне показалось, что я слышал свой голос. Сеньор, пардон. Надо приготовиться. Сеньор, пардон. Это была рыба. Так, тут еще вроде пума водится. Прошу прощения. Улыбайся, сеньор. Да, казнау. Сеньор, пардон. Сеньор, пардон. Сеньор, пардон. Рыбу. Сеньор, пардон. Рыбу. 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 Держи свои лучшие глаза в острове. Метиместа очень. Вот не медведь. Для начала нужно убить медведя, а потом оказать помощь. И хотелось бы лежать рядом с пострадавшим. КОНЕЦ Иди сюда, красавица. Боюсь, что нужны не здесь. КОНЕЦ И это было где-то здесь. КОНЕЦ Но в наших с тобой отношениях не все потери. А вот уж без хозяина. ПЛОХОЙ ЗНАК Не расслабляйтесь. КОНЕЦ ПЛОХОЙ ЗНАК КОНЕЦ Тут мальчишка прибегал, сказал, где-то здесь медведь задрал жертву. Я приехал, но никого не было, даже следов крови. Ничего не слышали об этом? КОНЕЦ КОНЕЦ Жертву. Мальчишка не сказал, кого. КОНЕЦ КОНЕЦ Тут где-то? КОНЕЦ И СИНЕР Все верно. КОНЕЦ Вон там где-то был медведь. КОНЕЦ 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 Спасибо Но будьте осторожны, Сингер. Да я ее знаю. Подозрительный тип в маске. может помочь ну я в направлю струбы раз никого не нашел но если найдете пришли эти мальчишки я приеду и помогу я сам бы мог как он поможет ночью врач или он ну поможет ну так поможет приюты с трубы Опа О, сейчас, мне кажется, слышали медведи. Да, дурки? Что там? Орел. Ладно. В любом случае нам не медведь нужен, а человек. А это у нас что? Что я думаю? И это? Это шалфи калибри. Не знаю, что это такое, но доктор Цимбле разберется. И еще один. Дороги, ты не хочешь попробовать? Ну, не хочешь как хочешь. А мне показалось, у тебя была тяга к естественным наукам. Показалось, да? Ну, ладно. Какой здоровый олень. Морал какой-то. Ой, белочки, как в Дисней. Ласенью. Что это за место? Оставайся здесь. Оставайся здесь. Оставайся здесь. А вот и медведь, блядь. Щас вопрос, где он? курсе его нашел теперь понятно откуда здесь все это дочь такое дело нам нужно срочно уебывать где-то родненькая тут возьмите могу поторопиться не так буквально ну в любом случае давайте надо валить отсюда совершенно определенно там слышал медведя ты право мол осенью река ну осенью уже выше струбуле поднялся про попробуем спуститься в южный будто бы я заблудился так гораздо лучше здесь наверх дороги на струбль дом сладкий дом и и и и и Знакомьтесь, Дороти, знакомьтесь, не знаю, сам познакомишься. Синьора. Хотя скорее синьорита. Простите, да, я там просто бумажки заполняла, вот, понимаете. Да, я понимаю. Вот все хорошо? Да, я тут нашел удивительную траву. Да, ну вот я загрузила, привезла камыша, там 70, все, записала, скинула. А что у вас там? Какой шелфей? Ну, в любом же. Извините сами. Тоже загрузила какой-то шелфей, если не сталкивалась, не знаю. Говорит, что это травника. Ну, там мистер церковь приедет, посмотрим. Я сейчас посмотрю в рецепте, извините, пожалуйста. Так. Молодцы, это пустыня, а пустыня, а тут пустыня шелфей, а у нас какой шелфей? Не знаю. Я его зарисовал. Ага. Сейчас я это, да, сейчас посмотрю. Шелфей, если шелфей, если шелфей, ну, у нас шелфей калибри, а нам нужно какой-то пустынный. Я его что-то не знаю, как он. Подозреваю тот самый пустынный, скорее всего, растет в штате пустыненько. А, да, мы если его искали, вообще проблематичный. Это что же, вот, ездила, нашла на перевязке, мы там уже вот это скаль и 70 еле надыбала. Столько людей ищет всяких травм, сэр. Да. Я просто в шоке, да, я столько людей встретил. Один мужчина такой ко мне. Будем ругаться или биться за этот камыш. Я говорю, нет, один кустик вам, один кустик мне. И все. И поехали. Какой? Ну, ладно. Фу. А то я думала... Он серьезно собирался драться с сеньоритой. Не знаю, сэр. Ну, люди же разные есть. Они даже могут за травку убить, понимаете? Хоть это же 40 центов, но... Не понимаю. 40 центов. То есть убить человека за 40 центов. Я не знаю. Ну, он думал, что, понимаете, это... Я такая... Ну, а еще я убил Индюшку нечаянно. Мальчик маленький потерялся и сказал, что он пошел на охоту. Понимаете? Он потерял лук и стрелы. А мама его ждет с Индюшкой. Мне пришлось найти Индюшку. А это стрелить, представляете? А я вообще никогда в жизни не убила ни одно животное. Ничего, да. Ничего, да. Синьорит, прошу прощения, но вы уже кушали их. Кого? Индюшку. Ну, наверное, не знаю, у нас кухни мама занималась. Я никогда не готовила. Так что я не скажу вам. Ну, мясо я ем, а я мясо ем. Вот я ленина. Просто понимаете, кто кто-то это делает? А я не делаю. Я... Ну, я сделаю это. Представляете? Из первой поли прям попала. Страха. Сюда и мой успех. Да. На мальчик довольны, сказал, спасибо, что они теперь с голода не умрут. Представляете? Я спасла семью. Очень благородно с вашей стороны Синьорит. Да, я тоже думаю. Но мне как-то, знаете, осадочно. Вот, сэр. Осадочно. Ну да. Ну да. Одну жизнь забрала, а другую... А некоторых жизненно кормил. Вот как-то он так получается, знаете, сэр. Да. Это что вы записываете? Да. Я все записываю. У меня немножко плохо с английским. Я иногда забываю некоторые слова. Интересное слово осадочно. Ну... 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 Это человек наблюдатель. Он просто умысит логически. И потом практически это все в одно ведет, в стезю. Понимаете? Да, сеньор. Скажите, к западу отсюда поступил вызов, прибегал мальчик. Говорил, что медведь дерет кого-то там. Ой, я... А почему я не слышал? Ну... К своему стыду я не поскакал сразу на этот вызов. Ага. Ну... Потому что подумал, что это больше дело шериф, не жалею доктора. Ну да. Ведь медведя же нужны еще как-то было пристрелить. Ну... Да. В конечном итоге страх отступил, и я все-таки поехал на вызов. Да? Медведи я слышу. А вот жертвы уже не было. Я подумал, может быть, Пин будет сюда доставил ее. А... А вы смотри, нет? Да. Я думал, что, может быть, не его. А... Нет. Я когда добралась, уже никого не было. Ну, тут никого не было. Честно. Я этот вызов, видно, не видела. Но я пока в кустах там в кустарнике лазила, видно. Мальчик проскочил. Нет, не видела, сэр. Я вот в Рус несколько раз ездила за вызов, мальчик прибегал. Приезжаешь, там никого нет. Я, честно, уже устала. Да, именно по этой причине я решил сначала не дергаться. Но все-таки потом стало жалко. Я подумал, что бедолаге, вероятно, нужна помощь. Он лежит и истекает кровью. Как казалось, ни крови, ни бедолаги. Может, его кто-то подобрал и куда-то завез, знаете. Может, туда ехал мимо, мимо, мимо. Ну, это больше всего вероятно. Вероятно, ему помог охотник, который был в тех краях. А, ну вот. Значит, он куда-то его завез. Ну, он не сознался, в любом случае. Он мне показался подозрительным. У него была маска на лице. Да? Да, я не стал настаивать, чтобы он ее снял. Ну, так сказать, чтобы не обострять ситуацию. Правильно. Вот именно. Я бы боялась. Я бы вообще. Сегодня очень много людей с масками почему-то везде по дорогах. Страшно едете нынче по дорогам. Я с вами полностью согласен. Прям почему мне так стало пролагивать звук, я половину слов теряю. Ну, это завтра поеду с Индоней. И какой нож. Мистер Циркль мне подарил нож, а я ее потерял. Представляете? Потом мне очередь. Вы можете попросить еще один синдерит. Ну, мне вчера связали, мне нечем было отрезать. Сегодня мистер Циркль взял веревку, маленькую веревочку, чтобы, знаете, ну, если что-то нужно, чтобы было привязать. Вот. И этого, и это, и ножичек. А теперь я потеряла. Маленькую веревку, да? Ну, маленькую веревочку, такой, знаете, ну, мало ли что нужно привязать, там, к сидушке. Да. Он нам наполовинку разы отрезал, какая-то большая такая, лассо называется. И мы наполовину разрезали, половинку мне, половинку мистер забрал себе. Циркль. Понятно. Может быть, я могу сопроводить с Индоней? Нет, я сегодня не поеду. Я, наверное, уже завтра эту проблему решу. Спасибо огромное. Вот. Я уже нарезаю, сеньор. Живу, наверное, остатки. Я сегодня пока все проскакала с этими травками. Вот. Потому что днем вообще не было травок, понимаете? Вот только вечером. Вот только насобирала. Вот. Ну, уже нарезаю. Я буду сеньор Цимблер показал мне издевательские травы вокруг Сен-Дени. А как мы с вами знаем, болото кишат чертовыми аллигаторами. Да. Это ужасно страшно. Он мне тоже возил туда, я там боюсь просто. Ну, подозреваю, это был план. А, чтобы у нас это, чтобы были 41 и 40, да, вы думаете? Ну, в любом случае, так он проверяет на стойкость и нашу решимость. Поэтому я немножко удивился, когда вы сказали, что сидит Цимблер прямой, как вы высказались. Ну, да. А, в отношении того, что он нас искорбит крокодилом? Нет. Не думаю, что это конечная цель. Цель, скорее всего, оставить лучшего из лучших. Нисколько накормить этих чертовых твари, сколько проверить нашу решимость. Ну, так мы все решим, я так думаю. Все хорошие. Я нет. Ну. Я пойду на лужайку вместе с медведями голой, добывать там хоть тысячи трав. Но моей ноги не будет в болотах Сэндини. Ну, я тоже там боюсь, честно не скажу. Вот. Сеньора. Да, спросите. Да, я понимаю, что вы устали. Мне тоже устало. Я, наверное, уже в спадке, потому что буду. Да, пойду. Блокботер сниму там комнату. А может быть и здесь. Да, может быть и здесь. Спасибо. Спасибо, сэр. Всего хорошего, сеньора. Вам тоже сладких снов, хороших снов, сэр. Берегите себя. Водички попью. Водички попью. А у нас есть конюшня, да, когда лошадей ставит. Да. Пойду поставлю свою лошадку. Милая. Спасибо вам. Была рада вас видеться. Синьор, взаимно. Я прямо сейчас почувствовал, как я хочу спать. Ну, а по Москве только час ночи, а у меня 4 утра уже. До завтра я продолжу. Ох, со свежими силами. Так, нужен какой-то план и завтра, скорее всего, я начну заполнять дневничок, который очень серьезно просел уже. О, Дор, тебе не нравится эта вода? Ну, если не нравится, ты можешь не пить. Ну, давай я смочу тряпку, хотя бы помою тебя. Другое дело, синьорита. Не вздумай ударить мне ногой или начать срать сейчас. Потерпи чуть-чуть. Синьориты. Так, пойду-ка я почивать. Потому что сижу уже, даже нормально диалоги не могу. Проговаривать сильно надеваю. Спасибо всем, кто приходил сегодня на стрим, ребятки. Спасибо всем, кто... О, сигара. Вот так на нее глядит. В общем, спасибо всем, ребятки. Мирного неба нам над головой. Здоровья. И прощаемся ненадолго. Еще раз спасибо, кто приходит. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok